К новостям региона. В Пермском крае повышается доступность медицинской помощи в удаленных населенных пунктах. В рамках программы развития Пермского края, сформированной на основе пожеланий его жителей, в ближайшие годы будут построены более 20 больниц и поликлиник, полтора десятка врачебных амбулаторий и 66 фельдшерско-акушерских пунктов. Подробнее о переменах в сфере здравоохранения знает Анна Качанова. Глава региона Максим Решетников поручил Министерству здравоохранения повышать доступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах. По его поручению на сегодняшний день в регионе реализуется комплексная программа модернизации системы здравоохранения. Это и решение кадрового дефицита в медицине, и финансовое оздоровление учреждений, а также перезагрузка формата работы поликлиник и приведение медицинских учреждений в нормативное состояние. Одним из способов повышения доступности медицинской помощи на селе стала организация сети фельдшерско-акушерских пунктов. Развитие инфраструктуры здравоохранения президент определил как один из главных приоритетов в своем майском указе. У нас уже есть план работы, и в бюджете заложены средства. И на ремонты, и на развитие системы фельдшерско-акушерских пунктов, и на новые крупные объекты. Изменения коснулись и Кунгурского муниципального района. Впервые за последние 8 лет современный фельдшерско-акушерский пункт появится в деревне Блины. Напомним, прежний ФАП из-за ветхого состояния был выведен из строя еще в 2010 году. Теперь же с появлением нового медучреждения все кардинально изменится. Делится планами заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи сельскому населению Сергей Киряков. Фельдшерско-акушерский пункт будет обслуживать не только население деревни Блины, но и соседних населенных пунктов. Всего порядка 500 человек. ФАП будет обслуживать не только сам поселок Блины, но и соседние деревни. Юшков и Пермики. Поэтому я думаю, что минимальную медицинскую помощь на самом первом этапе можно будет получить в достаточном объеме. В рамках развития нового проекта, новой модели работы ФАПов, я думаю, что здесь будет оказаться первичная помощь фельдшерская. Это и прием фельдшера, это и забор анализов, регистрация электрокардиограммы. Новый фельдшерско-акушерский пункт состоит из пяти кабинетов, в каждом из которых будут проводиться определенные процедуры для улучшения здоровья населения. Немаловажным моментом станет и непрерывная связь со специалистами крупных больниц для своевременной консультации. Результаты исследований в режиме онлайн при необходимости будут передаваться врачам-специалистам городской поликлиники. Также ФАПы появятся еще в двух населенных пунктах. В Кунгурском районе мы по контракту должны поставить три здания. Данное здание первое. Значит, ну вообще срок монтажа зданий сборно-разборных от пяти до десяти дней. Поэтому, вот как мы с вами видим, полностью внешний контур уже закрыт, остались только внутренние работы. Данные работы, они будут сделаны за четыре дня. То есть, к концу недели данное здание уже планируется к сдаче. Дальнейшие работы по благоустройству, по подключению данного здания к внешним сетям – это уже обязанности органов местного самоуправления. Пожалуй, самый главный вопрос для жителей – транспортный – также будет решен. Фельдшер ФАПа сам сможет выдавать направление в стационар первого или второго уровня. А это значит, что пациентам больше не придется ездить в поликлинику Кунгура или Ленска для получения направления в стационар. Полезным станет возможность получения телемедицинской консультации специалистов не только городской больницы, но и профессионалов краевого центра. Ну, относимся мы очень положительно и очень рады этому. Если, конечно, еще и врач приедет сюда, это вообще хорошо будет. Ну, хотя бы фельдшер, конечно. До этого, конечно, у нас ничего не было. Даже справку нужно было брать и в сток ехать. Иной раз мы даже не брали, потому что нам неудобно так. А тут очень хорошо. Тем более, напротив нашего дома вообще замечательно. Программа строительства ФАПа в Прикамье рассчитана до конца будущего года. За это время в крае обещают открыть 66 учреждений. А жители деревни Блины приятные изменения в здравоохранении радуют уже сейчас. Люди смогут обратиться в фельдшерско-акушерский пункт за любой первичной медицинской помощью. Услугами фельдшерско-акушерского пункта жители смогут воспользоваться в полной мере уже с начала следующего года. Ждать осталось совсем недолго. Редактор субтитров А.Семкин